чтобы поездок было много они должны стоить мало так работает такси портация сети мобил такси портируйтесь от 89 рублей всем привет дорогие друзья с вами ns а это фишки хотел бы вам в очередной раз напомнить что скоро эпицентр а на него можно очень выгодно такси портироваться по скидке от сети мобил который является одним из партнеров турнира ссылку найдете в описании и также хотел прорекламировать вам свой лайвблог где с недавних пор я занялся лайвблогами возможно кому-то будет интересно ссылку найдете все там же в описании ну а теперь начнем бывает знаете в доте вот такое а стопе агрессию накинул да это вот слушай ну нехер потому что тут эти все иллюзии ксерокопии как разберешься где настоящий ну и действительно как разберешься точнее разобраться то можно а вот верно кинуть скилл союзника порой проблемы когда в драке слишком много юнитов тот же лансер и его армия хороший пример есть мало известная фишка которая придумана как раз для таких случаев любые скиллы да и предметы тоже позволено использовать на иконке союзников сверху это можно использовать чтобы гарантированно не накосячить с грейвом или ультом оракла и лотусом линкой да и вообще чем угодно и также это крайне эффективно при игре котлом вот скажем хотите вы сделать релокейт конкретного союзника и дабы не переключать камеру в его сторону теряя время можно просто нажать на его иконку и фишка вторая за которую спасибо амиру шейхуддиновой он мне ее прислал на почту чем порадовал ибо я об этом сам не знал когда рядом с венгой у которой есть аура умирают союзники на 6 секунд появляется призрак убьенного и который атакует своего убийцу и это известно и работает так уже наверное год как минимум а может и больше не знаю было ли это продумано или так просто получилось но это аура работает на иллюзиях венге то есть если у венге есть манта которую она использует и кто-то погибнет то появится не один призрак от три и они просто уничтожают соответственно идею можно развивать можно купить венге бутылку и искать руны иллюзий можно засунуть венгу в дизрапшен и получить еще две иллюзии короче есть простор для фантазии я бы не сказал что прям ух какая имба но вообще это более чем занятно если венга кэрри с мантой соответственно живет в драке долго и то за счет трех призраков от каждого убитого союзника можно выиграть буквально любую битву ибо эти призраки вносят ну просто невероятный урон третья фишка довольно простецкая но я знаю что многие про нее не знают топоры без мастера показывают невидимых юнитов кинул топор увидел анимацию крови и желтенький кружок значит тут есть кто-то невидимые жмем даст ну и дальше дело техники очень хорошая тема на самом деле если против вас рикки баунти хантер клинкс ну и другие невидимки чувствуете что кто-то из них может быть близко прочекали топорами возможно угадали а значит можно убежать ну или напротив убить засранца и маны топоры стоит мало кул даун тоже невелик хорошая штука вам на заметку а фишка четвертая которую давно уже обузят на профессиональной сцене но в пабе я ее почти никогда не вижу а уж на относительно низких рейтингах я думаю ее вообще не используют смерть об вышку на первых уровнях если рядом нет противников это крайне выгодный способ восполнить себе жизни и ману почти не потеряв ничего смотрите скажем вы потратили всю ману все регены и жизни у вас почти нет какие опции имеются можно отправиться на базу с телепорта и потом прибежать обратно или наоборот побежать на базу пешком и потом вернуться с телепорта и так или иначе это займет целую уйму времени особенно если нет ботинка и но если вы просто пойдете и умрете об вышку как правило тир 2 и предварительно закупившись на все деньги то вы дадите противнику около 100 150 голды и ноль опыта при том очень быстро возродитесь с полным запасом жизни и маны на фонтане и сможете моментально сделать телепорт обратно на линию и прошу обратить внимание что хоть тут и написано что золото дали каждому и на самом деле это неверная инфа на деле не каждому она всех а отдать 100 или 150 голды на всех героев противника это не страшно и предвижу комментарии о том что можно ведь умереть и облесных крипов да можно но потеря времени по сравнению с этим способом секунд 10-15 потому что возрождаться будете крайне долго и пожалуй это время не стоит той сотни голды что мы отдаем оппонентам нам нужно максимально быстро вернуться на лайн чтобы продолжить помогать нашему кэри чтобы было кристально понятно речь только о саппортах кэри или оффлейнер так делать не должны особенно эффективно это за огра и андаинга смысл вашей игры в том что вы приходите на линию и своей жирной тушей отгоняете оппонентов впитываете урон разменивайтесь по здоровью а ваш кэри в это время фармит как только жизнь и мана и регены заканчиваются идем к вышке по пути закупаемся умираем возвращаемся обратно и продолжаем душить линию лучше конечно использовать подобные фичи в пати с друзьями потому что в соло пабе могут попасть неадекватные тиммейты которые не поймут ваших действий ведь лол он умирает об вышку что за бред но вы знаете эти ребята в пабах они такие последняя фишка на сегодня это как убить всю вражескую команду за варлока понадобится рошан это мало кто знает ну или мало кто задумывался но банды работают на рошана поэтому если связать героев противника и хранителя аегиса пока у того еще много здоровья то далее есть несколько вариантов развития событий но все они для нас очень хороши либо противники не поняв подвох продолжат бить рошана и попросту начнут убивать сами себя либо они поймут подвох и перестанут его бить что выиграет нам много времени ведь банды висят 25 секунд ну или же противник убежит куда-то а рошана начнем бить мы и опять же убивая его похороним половину а может и всю команду оппонента и короче так или иначе если наметилась заварушка в рошпите а вы варлок вам просто кровь из носа нужно зацепить противников вместе с рошаном это почти всегда приводит к очень хорошему результату и если вы будете сейчас говорить что лол в реальной игре так не сделать невозможно и что я нас такой придумал фишки не работают то вот вам пример из турнирной игры где fng смог навесить банды на героев противника и рошана и посмотрите что и из этого вышло спасибо за просмотр надеюсь было интересно если так то не забудьте поставить пожалуйста свой палец вверх ну и подписаться на канал конечно также не забудьте прочекать мой лайвблог возможно кому-то это будет интересно ну а с вами был нс до скорых встреч